МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Репчатый лук – одна из наиболее распространенных овощных культур и пользуется особым спросом у населения. Его употребляют в пищу в разнообразных видах, применяют лук и в консервной промышленности, маринуют, сушат, перерабатывают на муку, изготавливают концентрат в виде масла, замораживают, используют для приготовления полуфабрикатов и продуктов, готовых к употреблению. Считается, что возделывание этой древней культуры началось по меньшей мере около 4 тысяч лет до н.э. в средней части Юго-Западной Азии. В настоящее время лук распространен повсеместно. В советские годы население стран СССР обеспечивали репчатым луком на 30-40% в Таджикистан, Узбекистан и Закавказье. Основная же доля продукта поступала из Польши и Голландии. В то время попытки отечественных производителей выйти на самообеспечение этой сельхозкультурой заканчивались безуспешно. Например, в Беларуси в течение долгого времени возделывались районированные в стране сорта Тереховский и Стригуновский. До 1965 года их выращивали на больших площадях огородники деревень Добружского района Гомельской области. Затем поставляли на рынки России. Были годы, когда в нашем регионе получали более 5000 тонн лука. В принципе, уже тогда существовал бесценный опыт производства этой культуры. Его можно было распространить на всю Беларусь, чтобы иметь свой третий хлеб – лук. Однако луковая революция произошла на Гомельщине намного позже – в 21 веке, а точнее в начале 2000-х годов. В 1999 году мы попытались Гомельщина при поддержке облсполкома заняться данной темой. В первый год мы собрали 300 тонн. В 2000 году мы вышли уже на 2114 тонн. И поняв, что мы в состоянии закрыть эту проблему, мы обратились с данной темой в Совет министров, где нас поддержали, и была утверждена программа перехода республики на самообеспечение репчатым луком в однолетней культуре. В 2008 году мы вышли полностью всей страной на самообеспечение данной культуры. Начиная с 2001 года, опыт Гомельщины по выращиванию лука перенимали специалисты из всех регионов страны. На сегодняшний день доля нашей области в общем объеме производства лука составляет 52%. Но был период, когда этот показатель был намного выше. В 2008 год мы производили удельный вес нашей области составлял 82% в общих объемах производства по стране. На сегодняшний день 52%. Мы сегодня служим как страховочная область, которая может определенные риски в республике закрыть. То есть у нас резерв парадка 10 тысяч тонн лука, который мы сегодня предлагаем в рамках нашей республики. Достичь таких высоких результатов было нелегко. В частности, в связи с наращиванием объемов производства лука повышался и спрос на лукоуборочную технику, которая тогда закупалась за рубежом. Отечественные специалисты приняли решение создать собственный комплекс сельхозмашин. И сейчас хозяйства, специализирующиеся на возделывании этой культуры, на 100% обеспечены необходимой техникой. Кстати, почвенно-климатические условия нашей страны не особо влияют на производство лука. В соответствии с этими показателями и Гомельщина, и вся Беларусь в состоянии выращивать данный овощ. Основные хозяйства региона, которые тогда стали специализироваться на возделывании лука, имели хороший кадровый потенциал, опыт и, что особо важно, техническое оснащение и материально-техническую базу хранения. В частности, это Ксуп Дубовицкий Будокошелевского района и Комбинат Восток Гомельского района. Изначально их объемы производства составляли не более 2000 тонн. А уже, например, в 2016 году хозяйство Брилёва собрало 6000 тонн лука при урожайности более 70 тонн с гектара, а Комбинат Восток – 7000 тонн при урожайности 50 тонн с гектара. На данный момент на Гомельщине возделыванием этой культуры занимаются 8 хозяйств промышленного типа. Свой вклад в производство репчатого лука в Беларуси внесли и ученые, которые занимались выведением разнообразных его сортов. И на данный момент в этом направлении ими сделано очень многое. Выведено порядка 4 хороших видов лука, включая сорта фиолетовой окраски. Наши аграрии считают, что на достигнутых успехах останавливаться не стоит. Если бы мы сегодня вышли в целом по республике на урожайность 60-70 тонн с гектара, нам бы можно было иметь хороший экспортный потенциал. То есть мы бы стали страной, экспортирующей лук не только в рамках Еврозес, но и в другие страны. В целом объем по стране у нас потребность 80. Республика производит вместе с населением порядка 110-120 тысяч тонн. А для того, чтобы иметь экспортный потенциал, нам надо увеличить хотя бы на 30-40 тысяч тонн, но при средней урожайности, я повторяю, не менее 60-70 тонн.